Постоянный автор в Директ-Академии, кроме всего прочего. Я думаю, что Анастасия сейчас сама назовется. Автор и вебинаров, и различных курсов, и многое другого. И вообще мы с ней очень любим сотрудничать. Так что прошу любить и жаловать. В частности, только-только у нас закончился курс «Креативный интеллект», на котором Анастасия была у нас главным автором. Добрый день, коллеги. Ну, раз меня уже так хорошо представили, я повторяться не буду. Я работаю в лаборатории «Сила медиа». И сейчас вернитесь на пару выступлений назад и вспомните то, о чем вам говорила Оксана, как она решает свои рабочие задачи. Я сделаю следующий шаг. Так, сейчас разобраться, как она работает. И мы перейдем от работы каждого с нейросетями индивидуально, когда мы экспериментируем, делаем какие-то находки, но в принципе мы движемся практически вслепую. Перейдем к системному подходу, когда мы тщательно проверяем версии, контролируем, какие у нас промпты, какие результаты, то есть к подходу инженерному. Поэтому мы говорим не про blind prompting, не про слепое prompting, а про prompt engineering. Будем говорить конкретно про работу методистов и преподавателей. И если мы говорим про подход системный, первое, что нам нужно сделать, это точно так же сначала составить карту и понять, какие именно задачи для нас наиболее важны, что мы будем решать. Это карта, которую составляли участники нашего курса «Креативный интеллект». Это те задачи, которые они выделили в качестве основных. В принципе, когда мы общаемся с представителями других организаций, эти карты навыков, эти карты рабочих задач в принципе пересекаются. И мы видим, что мы можем разделить их на какие-то отдельные блоки. Здесь есть и задачи, связанные с текстом, с иллюстрациями, с аудио и с видео. Но, как видите, текста – это правая часть в основном больше всего, потому что большинство наших задач – это написание текстов, составление учебных программ, обратная связь и так далее и тому подобное. Мы смотрим на эти задачи и решаем, какие из них подходят для того, чтобы отдать их искусственному интеллекту. У нас есть три основных критерия. Первые задачи должны быть регулярные. Если вам раз в год нужно написать какой-то специфический маркетинговый пост, это не значит, что вы должны бросаться и сразу писать для него промпт. Хороший промпт занимает 2-3 недели, когда вы делаете его, проверяете, тестируете, учитываете какие-то нюансы, добиваетесь стабильности и регулярности. А вот если задачу вы делаете хотя бы раз в месяц, а лучше хотя бы раз в неделю, значит, она подходит для того, чтобы отдавать ее нейросетям. Второе требование – это задача, которую вы можете проверить. У нас фактчекинг-зерификация идет либо через экспертов, либо мы сами выступаем в роли эксперта. Если вы на каждый текст, который написала нейросеть, будете привлекать эксперта, это будет долго и дорого. Поэтому легче всего автоматизировать те задачи, которые вы можете сами проверить. То есть как минимум убедиться в том, что данные верны, найти, возможно, первоисточники, сверить имена, географические названия, фамилии, даты и оценить правдоподобность выводов. Третий критерий – это то, что вы задачу сразу воспринимаете как черновик. То есть работая с искусственным интеллектом, мы сразу для себя даем правило. Мы получаем только полуфабрикат, никогда мы не получаем чистовой результат. И когда вы какую-то задачу делегируете искусственному интеллекту, вы должны сразу закладывать время, которое потом вам потребуется на обработку этого черновика. Посмотрели на свои задачи, выбрали те, которые подходят. Дальше мы эти задачи декомпозируем, раскладываем на какие-то части. Здесь есть разные методики и подходы. Я нашла вот тот вариант, который мне нравится. Это декомпозиция задач именно по промптам. Определение ключевых слов, типов промпта и структуры промпта, которую мы затем задаем. Дальше составляем сам промпт. Но не просто пишем какой-то текст, а мыслим с точки зрения дизайна. Есть четыре основных компонента. Это структура. Структур очень много. Вы можете видеть структуру автомэк, структуру костар и просто неназванной структуры. Это не так важно. Лучшая структура – та, которая работает для ваших задач. Все остальные – это идеи для вдохновения. Второй важный компонент – это дескрипторы. То есть те ключевые слова и фразы, на которые нейросеть реагирует определенным образом. Дескрипторы бывают короткие. Например, если вы упоминаете в промпте слово «клиент», то стиль текста будет сразу более такой сухой и формальный. Если вы пишете дескриптор «убери пре- и посттекст», оставлять только основную значимую часть, то тем самым вы сокращаете ответ, и там может быть больше содержательного текста. Дальше нам нужно форматирование. Мы должны размечать части промпта. То есть должны быть заголовки, должны быть пустые строки для того, чтобы отделять части структуры. И добавляем контекст для решения каких-то своих задач. Дальше это все уходит на тестирование. Если мы говорим именно про инженерный подход, то тестирование – важная часть. Прогоняем несколько раз, прогоняем в разных версиях, отдаем коллегам, почему-то в разных руках промпты работают по-разному, и стараемся дойти в максимально стабильный вариант. То есть задача промпт-инженера – сделать так, чтобы промпт работал стабильно. Но теперь давайте сделаем следующий шаг. Вот переходом от блайн-промптинга к промпт-инженирингу я занималась в прошлый год. В этом году стоит уже другая задача. Как мы уже сегодня правильно слышали, многие сервисы начинают внедрять в себя инструменты, которые помогают в написании текста, в составлении программ. И вот когда мы переходим к таким промптам, это становится новым вызовом. Потому что то, чему мы научились, недостаточно. Внутри программ и сервисов промпты немного по-другому срабатывают. И если вы написали хороший промпт для своих личных задач, не факт, что он хорошо будет работать в каком-то сервисе. Следовательно, мы добавляем новые требования для решения задач. То, что мы говорили про верификацию, про регулярность задачи, про черновик, это, естественно, остается. Мы добавляем сюда унификацию. То есть разные люди должны понимать эту задачу примерно одинаково. Ну, для преподавателей, для методистов все равно будут немного тут отличаться варианты. Мы должны тестировать промпт не только с точки зрения эффективности, но и с точки зрения стоимости. Каждое обращение тоже снимает с нас какую-то сумму. Мы должны сразу учитывать, что будут люди, которые захотят использовать не на пользу, а во вред попытаться сломать. И от этого тоже в промпт нужно встраивать защиту. Свой личный промпт я встраивать не буду, потому что я знаю, для чего я пользуюсь. Когда я отдаю другому человеку, я должна подумать о безопасности. Валидаторы. Если у нас должен потом, например, пойти в LMS в каком-то формате, значит и нейросеть должна выдать ответ тоже в каком-то формате. Если я забираю число, а нейросеть не пишет, конечно, я отвечу на ваш запрос, ответ 42. Я не смогу это забрать. Мне нужно, чтобы нейросеть отвечала 42. Значит, мне нужно добавить в промпт валидатор. И, конечно, дескрипторы. Как минимум для того, чтобы выбирать ввод и вывод, для того, чтобы давать определенный стиль текста, для того, чтобы форматировать определенным образом. Как это выглядит на практике? Возьмем типовую задачу. Это составление РПД. Это то, о чем мечтают многие преподаватели, чтобы вместо них РПД делал кто-то другой, но в данном случае искусственный интеллект. Мы знаем примерно, как преподаватели строят РПД, из каких шагов они исходят, какие формальные требования предъявляются. Соответственно, мы можем разложить эту задачу на части и дать преподавателю возможность выбирать какие-то пункты. Например, когда нейросеть генерирует цели обучения, не факт, что все они соответствуют тому, что требуется преподавателю. Значит, он должен иметь возможность выбрать из них. Когда преподаватель пишет в интерфейсе что-то, этот запрос не может напрямую уйти в нейросеть. Используется промпт с очень жестким форматированием. Форматирование – это одна из основных защит от взлома нейросети. Когда мы оформляем запрос пользователя так, чтобы он не навредил, не сломал ничего в системе. И вот мы отправляем, а в промежутках ответы нейросети мы сохраняем в переменной. То есть каждый шаг того, что делает нейросеть, должен сохраняться для повторного использования. И затем, когда уходит запрос, здесь в этих тестах использовалась чат же 5.4 версии, когда запрос уходит, в нее сразу подставляется переменная. Переменная начинается вот в моем примере со слов «вот что мы знаем» и дальше идет информация в кавычках. Здесь не очень правильное форматирование, я это потом уже подправила, но вот сейчас это старый вариант промпта для написания РПД. Для теста мы этот промпт тестировали принципиально каждый запрос в новом чате, то есть не сохраняя контекст, а именно каждый запрос отправляли в новый чат, нейросеть не знала, о чем шел разговор дальше. Но за счет того, что мы каждый раз сохраняли вот эту историю диалога и добавляли ее в нужные места промпта, выстраивая определенный формат, мы получали достаточно хороший и качественный результат. На основе того, что мы попробовали и потестировали, и какие выводы мы сделали сейчас для разработки и внедрения сервиса составления в РПД, это то, что лучше всего для задач методистов и преподавателей, при условии, что мы пишем промпты, которые будут внедряться в сервисы, подходит метод list-to-most. Когда мы большую задачу и даже маленькую задачу разбиваем на отдельные минимальные шаги, для каждого из них пишем отдельный кусочек промпта, информацию в промежутках, да, выданную нейросетью мы коллекционируем и постепенно шаг за шагом добавляем в промпт. Итоговый промпт получается достаточно большой, то есть не все модели могут справиться с таким количеством токенов и с таким окном контекста. Но, тем не менее, этот метод наиболее качественный и получает позволять достойные результаты. Анастасия, спасибо. Замечательно. На самом деле, при слове РПД в ВУЗе должны происходить какие-то вещи, что-то загораться, люди должны вставать, у них должны подниматься волосы и что-то еще такое. Потому что, насколько я знаю, это то, что меньше всего любят, это то, что отнимает больше всего времени, это наиболее бюрократическая процедура и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому представители ВУЗов, обратите внимание, на самом деле это то, что может сработать как ваше преимущество, да, в то время как коллеги будут тратить 10 часов, вы будете тратить на это 3 часа, например. Вот, вот это мои мечты такие. Хотя сам я РПД, к счастью, не составляю. Вот, какие вопросы будут? Вы представляете официальную государственную организацию или частную? Так, задали вопрос о том, какую организацию я представляю, да, потому что это имеет значение. Нет, я работаю в лаборатории Сила Медиа вместе с Оксаной Силантьевой. Мы – организация негосударственная. Да, ответ, к счастью, негосударственная. Вот мне понравилось, что вы там, ну, сделали такой подход инженерный, с тестированием и тому подобное. А насколько много тестов проводится для промпта, потому что, как один из сегодняшних докладчиков говорил, у нас есть температура, которая позволяет, ну, в общем, один и тот же запрос дает разные ответы постоянно, правильно? Соответственно, в 99 из 100 случаев можно отдавать хороший ответ, а в одном случае будет генерить что-то несуразное, к примеру. Вот, то есть, насколько тщательное тестирование проводится, то есть, сколько там итераций и так далее и тому подобное. Вот это интересно. Мне сложно сказать. Точное количество итераций я обычно при тестировании делаю от 30 до 50 повторов, но при внедрении в сервис понятно, что тестирование должно быть более тщательным, и я уже буду делать его не самостоятельно, а будут делать сторонние люди, которые могут не влиять на результат. Поэтому, ну, вот 30-50 – это даже те промпты, которые я разрабатываю для себя сама. Мне кажется, для внедрения должно быть, во-первых, большее количество участников этого тестирования и большее количество попыток. Я бы рассчитывала, ну, в районе, наверное, тестирования 100 при первом внедрении. При проверке, да, при версионировании там можно количество уменьшать. Александр Минаков, университет Синергия. Я разрабатывал РПД, разрабатывал РПД и КОМы с использованием искусственного интеллекта. Вопрос. Мне больше всего помог там GPT-4, естественно, Турбо, если брать опишенную версию, если брать, то обычную. Какую вы нейросеть порекомендуете? Тоже GPT-4 или, например, G-mini? И тут момент еще такой. Есть ли какие-то от вас курсы для педагогов? Потому что я проводил, но, во-первых, у многих преподавателей боязнь VPN, который нельзя рекламировать, я не рекламирую его. И вообще сложности с оплатой GPT-4 и так далее. То есть какой вы нашли выход для массовой решения этой проблемы? Спасибо. Я не могу сказать, что мы нашли выход. В конечном итоге наша цель сделать так, чтобы сервис все-таки работал на российских нейросетях. Но для этого нужна очень большая исследовательская работа, чтобы мы нашли паттерны и методы промптинга именно для российских нейросетей. Здесь нам пока не хватает базы. И вот с некоторыми коллегами мы поставили перед собой такую исследовательскую цель. Об этом еще рано говорить. Это только планируемая работа. Сейчас под капотом, конечно, чат GPT-4. Доступ тоже по API. То есть тоже турбо, я, к сожалению, не помню, какая именно версия. И варианты Клода. То есть промпты будут меняться немного, но и та, и та модель работает достаточно хорошо. Gemini нет, для этой цели мы ее не рассматривали. Анастасия, такой вопрос. Вот в свете того, о чем Алексей Гользин рассказывал, но все-таки ITMO достаточно крутая организация. Они не рассматривают вопрос, если я оффлайновую версию сделать нейросетки, то есть установить на какой-то сервер, ну типа сайги той же или чего-нибудь. Мы с ними разговариваем на эту тему, и вполне вероятно, да, это будет реализовано, пока вот эти все проекты обсуждаются, и работа по ним еще не начиналась. Но, скорее всего, ответ будет да. Можно в продолжении вопроса, связанного с собственной версией. У нас же версии чат GPT-4 непостоянно меняются. Ну то есть веса все равно обновляются со временем, как ни крути. Есть ли какие-то защитные механизмы, которые говорят, все, промт вышел из строя, на новой версии он не работает? Ну про защитные механизмы дурака, так сказать. Промт работает, 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 в какой-то момент прошло обновление, промт выдает какую-то фигню. Есть ли какая-то защита? Нет, защитных механизмов нет, но есть сервисы для автоматизации тестирования, и можно через них отслеживать результаты. То есть смотреть не на текст, который выдала условно чат GPT, а смотреть на коэффициент, который показан в этом сервисе. Опять же предлагаю сделать, как у Алексея Гольдина в презентации, 129 ролей, роль завкафедры и роль преподавателя, и пусть один другого критикует. Это дорого. У меня вопрос как бы в продолжении. Вот вообще напрягает вот эта формулировка, что каждый раз он сейчас выдает свое, там разное время, обновление. А вообще насколько унифицированы все-таки? Все это очень похоже на пляски с бубнами. Вот вопрос такой. А можно сделать, создать сборник промптов? Да, и будут ли они работать там, для каких вообще мыслимые? Или это чисто уже область искусства, а вовсе не профессии, художника, а не инженера? Это называется библиотека промптов, или библиотека шаблонов промптов, и инженерный подход включает в себя создание целых промптов или каких-то их частей, или каких-то отдельных версий. Потому что это действительно каждый раз писать руками, это бессмысленно и дорого. Промпт должен автоматически собираться по запросу из вот этих вот частей. А промпт-инженер следит за тем, чтобы в библиотеке всегда верхняя, например, была самая актуальная и свежая версия. Заморозить веса так, чтобы нейросеть работала стабильно, можно при том случае, если мы ее развернем вот у себя на оборудовании. Мне кажется, что это один из возможных вариантов нашего будущего, когда университеты будут держать собственную версию и тогда быть спокойны за результаты, которые она выдает. Коллеги, переходим к онлайну. Вопрос из онлайна. Юлия Кашкарова. Каким образом удается корректно распределять часы в РПД в промптах? Корректно только под руководством самого преподавателя. Во время работы с сервисом мы можем вносить правки, то есть сразу в промпте вносить какие-то уточнения и после этого править. Но пока полностью автоматически такие вещи, конечно, невозможно автоматизировать. Для этого нейросеть должна знать о нас слишком много. Коллеги, спасибо. Давайте поблагодарим. Можно маленький вопрос. В общем, беспокоит меня вот это РПД. Правда. А там есть еще такая часть в конце. Это модель компетенции. Она тоже генерируется? Нет, до модели компетенции мы еще не добрались. Жаль. Будешь что рассказать на следующем докладе? Вот точно. Только хотел сказать. Огромное спасибо, Настя. Да, мы еще здесь. Если кто-то хочет задать вопрос, еще есть возможность. До конца.